Приветствую вас! Я думаю, что нет универсального способа и нет универсального решения вашей проблемы, потому что то, что вы описываете, то, что с вами происходит, это, я бы сказал, формировалось не один день и, возможно, даже не один год. И мне кажется, мне так кажется, что для начала нужно проанализировать то, как вы пришли к этому, вот к тому, что сейчас, на данный момент с вами происходит, потому что у этого есть причины, у этого есть основания. Вот. А именно у того, что вы в постоянном себе, допустим, сомневаетесь и так далее. Как это видится мне? Как видится мне ваша ситуация? Во-первых, отсутствие четкой ценностной системы, на мой взгляд, вам мешает. То есть, вы не можете сделать выбор, потому что не руководствуетесь четкой ценностной иерархией своей. И благодаря этому вынуждены постоянно принимать решения, по сути, с нуля. В этом смысле, мне кажется, что абсолютно любой человек, абсолютно любой человек испытывал бы трудности, испытывал бы проблемы, потому что не имеет четкой системы ценностей, а любому человеку было сложно каждый раз принимать решения, по сути, по новой. То есть, каждый раз заново принимать решения. Поэтому первое, что хочу сказать, это отсутствие четкой системы ценностей. То есть, отсутствие понимания того, что вам или для вас важно, что вам или для вас ценно, что вы цените, оцениваете важнее всего. Какие ценности, какие ценности сильнее всего вам отзывают, например. Вот это те моменты, которые вам нужно определить для начала. Следующее, это сомнения, которые вы испытываете. Сомнения проистекают из детских и родительских отношений. Сомнения проистекают из-за внутренних голосов, как правило, голосов родительских, которые говорят, что ты можешь ошибиться. Тебе нельзя делать, допустим, те действия, которые будут зря, которые будут просто так, ну и так далее. На самом деле, это родительская позиция. То есть, это не ваша, ну не ваша речь, не ваше мнение, не ваша точка зрения. Потому что, если бы она была ваша, то вы бы не испытывали бы никаких проблем. А поскольку проблемы вы испытываете, то можно с уверенностью сказать, что вам это очень сильно мешает. То есть, вы сомневаетесь. Сомнения, это голоса. Голоса у вас в голове. Которые есть у каждого человека, у каждого человека есть определенные голоса в голове. Но, но далеко не каждый человек находится с ними, например, в гармонии. Вот вы, например, в гармонии со своими голосами не находитесь. Потому что, всегда, очевидно, прислушивайтесь ко мнению других людей. Всегда стараетесь прислушиваться ко мнению других людей, к тому, что именно другие люди вам говорят. И, возможно, пытаясь принять решения, какие-то решения пытаясь принять, вы продолжаете эту самую позицию. Вы продолжаете позицию прислушивания к голосам, которые у вас в голове. Вот. И для начала нужно, наверное, договориться с ними, с голосами в голове. Именно договориться. Прийти к общему мнению, к общей какой-то вот авиции. И после уже будет видно. Вот. Далее. То, что вы называете ерундой. То, что вы опиниваете как ерунду. На мой взгляд, выглядит не что иное, как обесценивание того, что вам важно. Обесценивание того, что вы делаете. Хотелось бы, конечно, поисследовать, почему вы называете ерундой то, чем вы занимаетесь. В принципе. Это важно. Далее. Вы говорите, что, ну, чем-то с чем-то занимаетесь. Что вы разрушаете свою жизнь. Что вы предпочитаете не тратить зря время. Вот здесь, наверное, хочется вас, знаете, спросить. А чем плохо? Чем плохо тратить время зря. На мой взгляд, это то, что надо бы разобрать. По моему, по моему мнению, опять же. Вот. Что вам дает такое времяпроводительство? То есть, нужно, по сути, вести речь здесь о столичной выгоде ваших действий. Далее. Вы говорите, что всегда стараетесь прислушиваться к себе. И слушать только себя. Стараетесь слушать. Не спорю. То, что вы себя стараетесь слушать. Безусловно. Скорее всего, так и есть. Но. Получается ли у вас это все? Ведь, я надеюсь, вы не будете спорить с тем, что проблема выбора отношает некую такую нецельность вас. Нецельность вашей позиции. Позиции. Именно нецельность ее. Надеюсь, вы не будете с этим спорить. И получается, если вы мучаетесь выбором, то надеюсь, что себя вы не слышите. И да, этому можно вас научить. Можно научить вас себя слышать. Но для этого необходима работа. Именно вот работа с вами индивидуально. Над ценностью, над аппаратом. Над самооценкой. Над вторичной неосознаваемой выгодой. Которую вы получаете. Ну, занимаясь вот теми, например, вещами, которые обесцениваются. Так что это работа. Простых решений, именно простых решений, здесь, к сожалению, нет. И быть не может. Поэтому нужно с вами пообщаться. Нужно провести с вами консультации, чтобы увидеть, в чем конкретно проблема. Потому что у того, что вы описываете, может быть несколько причин. Это может быть страх, как сказал мой коллега. Страх перед выбором. Страх ошибки. Это точно идет из детства. И значит, это идет из, или можно лучше сказать, от, нажат. Оценки родителей. Ваших действий. Вашего поведения. Ваших поступков. Вот. Это могут быть и другие вещи. Ну, то есть. Могут быть другие трудности и другие проблемы. Вот. Мне кажется, что вы себя слышите хорошо, как вы сказали. Просто вы не чувствуете, что именно из того, что вы слышите, да, что именно нужно выделять. Вы выделяете, по сути, все. Никакого фильтра вы не ставите. А фильтр необходим. Без фильтра невозможно. Без фильтра невозможно. Ну, невозможно взаимодействовать. Плюс, вы каждый раз, как я уже сказал, вы каждый раз, по сути, заново принимаете решение. Вот. Что тоже очень затратно. По всем параметрам. Какие только могут быть. Вот так, аноним, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует. Продолжение следует...